Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Доброе утро, здравствуйте. Продолжается утро на Болткоме. В студии появился Олег Пек. И вот сейчас я собираюсь нагло, беззастенчиво, просто нахально воспользоваться своим служебным положением. Потому что, ну, вот когда, вот как не сейчас, можно задать все свои вот интересующие вопросы специалисты. У нас в студии оптометрист и региональный руководитель Optic Filmen Ирина Кезика. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. И вот я, как человек уже, которому там 40+, я не буду говорить, сколько мне лет, но сталкиваюсь действительно с проблемами, когда жутко бесит мелкий шейф. В какой-то момент ты вдруг понимаешь, когда ты покупаешь какую-нибудь там бутылочку, баночку, там написана какая-то, или инструкция, и раньше ты мог прочитать совершенно спокойно. У меня сыну там 20, ну, тоже плюс лет, и он все время, вы что, не можете прочитать, что ли? То есть, вот как бы у него абсолютное непонимание вообще этой проблемы, как можно не видеть вот этот шрифт. Вот здесь же все видно, все понятно. Я сам себя помню в этом возрасте, что я абсолютно все это читал, и вот в какой-то момент я вдруг понимаю, что мне нужно брать очки или увеличительное стекло, и вот какой-то просто чувствуешь себя как будто бы неполноценным человеком. Что происходит вообще? Это нормально или нет? Это абсолютно нормально, то, что вы рассказываете, это первые признаки так называемой пресбиопии, в народе называют возрастная дальнозоркость, и, как правило, хочется людям сделать поярче свет, чтобы видеть, или отодвинуть текст подальше. Да, это может быть, там, телефон или какой-то, абсолютно любой текст. Это абсолютно естественное явление, нельзя это считать каким-то диагнозом или заболеванием. И это то же самое, что вот у нас с возрастом появляются седые волосы или появляются морщинки мимические. Это тоже самая история. Механизм образования пресбиопии начинается, в принципе, уже с 13 лет. У нас внутри есть хрусталик, это такая линзочка, она в молодом возрасте эластичная, то есть что у нас происходит? У нас глаз как фотокамера настраивается, когда я смотрю вдаль, у меня линзочка такая более плоская. Когда мне нужно смотреть вблизи, те мышцы, которые прикреплены вокруг этой хрусталика, они выгибают хрусталика, она эластичная структура, и я могу фокусироваться вблизи. Этот процесс, который называется фокусировка глаза, аккомодация, он происходит постоянно. Так вот, с 13 лет уже начинает меняться физиология хрусталика, и он с каждым годом постепенно становится всё более жёсткий, жёсткий, жёсткий. То есть, например, если ребёнок в 15 лет может видеть на расстоянии, может, там 12 сантиметров от глаза близко, то есть эта точка постепенно начинает удаляться, и к возрасту 40-45 лет она просто достигает вот этого расстояния нашего чтения и начинает раздражать. Но, в принципе, тут ничего такого страшного нет, для этого есть разные решения сегодня, чтобы себе помочь. Ну вот какие, в принципе, нужно ли бежать сразу к врачу? Как вообще часто нужно проверять зрение? Зрение после 40 лет желательно проверять раз в год. До этого возраста, если у вас нету каких-либо проблем, да, или вы не наблюдаетесь у офтальмолога, раз в два года, в принципе, достаточно. Почему после 40 лет даже рекомендуют? Во время проверки зрения мы не только констатируем остроту зрения, необходимую коррекцию, проверим зрительные функции, но это также скрининг заболеваний. И глазные заболевания, которые вы просто не почувствуете, что происходит. А если оптометрия, с оптики смотрят, что происходит, например, не получается стопроцентное зрение, да, скоррегировать, не получается. Он сразу будет думать, почему. Он посмотрит, проверит в биомикроскопе роговицу, хрусталик, так называемые оптические среды глаза, посмотрит через узкий зрачок небольшую часть сетчатки, но всё равно, если не получится скоррегировать на 100% ваше зрение, вам дадут рекомендацию посетить офтальмолога, где расширит зрачок и проверят уже глазное дно и другие структуры. Поэтому это такой скрининг. Часто, если мы говорим про сетчатку, ничего болеть не будет, что-то может развиваться, и, к сожалению, потом необратимые процессы. Поэтому важно после 40 раз в год проверять, чтобы не пропустить ничего. Ну, я вот слышал об исследованиях, которые показывают о том, что достаточно большое количество возрастной группе жителей Латвии пропускает, не считает это проблемой и просто игнорирует такие вот сигналы, думает, что это просто вполне естественное. Здесь два момента. Один – это то, что люди, как правило, не идут, пока что-то не случилось. У нас нет такой культуры профилактики в обществе. Есть, конечно, категория людей, которые очень ответственно относятся к своему здоровью, но это небольшой процент. Очень часто люди идут к специалистам, когда уже совсем не в моготу. Это первая причина. Вторая причина, что людям кажется, что они… Если я называю фальсификацией хорошего зрения, им кажется, что они хорошо видят. Вот у меня в практике был мужчина, который водил машину, у него плюс три, и его острота зрения, то есть то, насколько он видит, это 30-40%. И ему кажется, а я всё вижу. И сидит рядом жена, говорит, ну я рядом, и я всё вижу, ну как вместо него. Я говорю, вы понимаете, как бы вот эта фальсификация зрения, особенно сейчас, когда у нас начинаются, ну такие как сумерки, вот это время, когда не так хорошо видно. Я говорю, вы там, может быть, себя хорошо чувствуете, опытный водитель, вы всё видите. Проблема только в том, как быстро вы заметите что-то на дороге. Со остротой зрения 100% вы заметите там на 150 метров, со остротой зрения 30% у вас это условно там 20-30 метров. То есть время реакции у нас может быть разное. Поэтому очень большое количество людей, которым кажется, что они видят хорошо, но на самом деле это не так. И если острота зрения 70% выше, мы не будем наставить, что вы все должны видеть 100%. Если вы счастливы со своим романтичным зрением, пожалуйста, можете ходить. Но если вы водите машину, и мы констатируем сниженную остроту зрения, тогда мы достаточно, ну, так с такими нравоучениями начинаем разговаривать и говорим, что это небезопасно. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, автометрист и региональный руководитель «Оптик Филман» Ирина Кезика сегодня в нашей студии. Кстати, я читал, вот помню, что в одной из книг, которые описывали судебные всевозможные прецеденты, по-моему, Великобритания сейчас даже гораздо строже относится к проверке зрения для водителей в пожилом возрасте. После, ну, очень такого резонансного случая, когда пожилой водитель просто задавил насмерть нескольких человек на дороге и вот выяснил, что он давно не проверял зрение, не ходил, и вот это виной было. Он считал, что у него все в порядке. Ну, к сожалению, так считают не только глубоко пожилые люди, и есть люди абсолютно и в 20, и в 30 лет, которым кажется, я вижу все хорошо, это такое, ну, вот убеждение, и все. У нас звонки есть в студии, я попрошу вас, да, надеть наушники. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста, ваши вопросы. Доброе утро. Просто, знаете, это все очень просто. Если, допустим, требуется идти к окулисту, извиняюсь, я записал только на 1 января, понимаете, сколько времени проходит. А если надо про людей по входу, допустим, там можно окулистин проверить, ну, лекарства, допустим, выписать какие-то там, те же самые очки, и опять должен за чуть-чуть не полгода, а по тех, ну, как коммерческим, тем самым, профессионалам, я не могу, потому что это с иском долога, читатели, фенотики. Поэтому вот тут все просто, деньги в людей нет, и грешных денег нет. Спасибо, да. Вот я хочу, вопрос, дорого ли, вот каким образом можно проверить зрение, потому что очень долго. Да, это правда, к окулистам, к офтальмологам есть очереди. И я бы хотела вот делать акцент на том, что есть две профессии – оптометрист и офтальмолог. Если вам нужно очки, если вам нужно, вы плохо стали видеть, вам нужно поменять диоптрии, проверить зрение, или у вас какие-то жалобы астенопического характера, то есть это когда вам кажется, что уставшие глаза, тяжесть в глазах, где-то вот болит в районе висков, это мой совет – идти к оптометристу, и проблемы со зрением или новые очки вам не нужно так долго ждать. Вы можете идти в любую оптику, записаться, сейчас есть много оптиков, в том числе Филман, при заказе очков проверка зрения бесплатная. Если у вас действительно глазное заболевание, и вы находитесь под учетом офтальмолога, тогда он уже вас наблюдает, и он назначает вам визит, и там уже он смотрит, когда вам назначили лекарство, если это глоукома, через сколько должен быть контрольный визит, и сам офтальмолог назначает. Здесь важно не забирать время у офтальмологов просто очками, и тогда эти очереди будут меньше, и вы свои проблемы решите побыстрее, если это, конечно, с очками связано. Пришел такой прямо вот комментарий, пишет, что что вы тут рассказываете, нужно просто делать гимнастику для глаз, и вот все будет прекрасно. Очень хороший вопрос, спасибо. Гимнастика для глаз, что касается пресбиопии, да, или возрастной дальнозоркости, она неэффективна, потому что физиологический процесс не в мышцах. Физиологический процесс в том, что хрусталик становится все жестче, жестче и жестче. С мышцами-то в принципе большой проблемы нет, они-то работают у вас каждый день, они в неплохом тонусе. И проблема в том, что выгибать условно эластичную структуру в 20 лет этими мышцами проще и легче, чем структура, которая уже близится к такому кусочку камня, да, к 60 годам. Здесь не поможет уже никакие упражнения, просто вы будете себя мучить. Если говорить про упражнения и говорить про молодых людей, которые сидят много за компьютером, сидят сейчас в гаджетах, когда они просто фокусируют свое зрение на близком расстоянии, мышцы находятся в напряжении в этот момент, и мышцы спазмируются, да. Потом кажется, многие люди, которые работают, например, за компьютером, с цифрами, вечером садятся за руль, им кажется, что у них все расплывается. Почему? Потому что произошло спазмирование мышц, мышцы не могут расслабиться, так как они должны максимально расслабиться вдаль, у них остается такой небольшой тонус, он создает псевдо-близорукость. Поэтому вот здесь упражнения во время рабочего дня как раз-таки могут помочь. Эти упражнения не должны быть такие, вы поработали за компьютером и просто смотрите в окно. Нужно прыгать глазами, нужно близко-далеко, близко-далеко. То же самое, если вы приседали 40 раз, вы не просто вытянули эти ноги, вы как бы, ну, растрясли. Такая же идея с этими упражнениями. В моей практике, если мы говорим про сохранение зрения какими-то упражнениями, ну, много слышала, но вот, к сожалению, не видела ни одного человека, который там, если у него близорукость минус три, смог вылечить упражнениями. А вот вы упомянули как раз то, что сейчас очень многие молодые люди сидят в гаджетах, вот насколько это действительно опасно для здоровья по сравнению с тем, что их дедушки, их родители не сталкивались вот с таким именно напряжением? Это опасно, если мы говорим про близорукости, сейчас очень большой бум развития близорукости у детей и у подростков. Это действительно провоцирует быстрое распространение близорукости. Почему? Потому что дети вообще, в принципе, у нас находятся очень много в закрытых пространствах. И для того, чтобы остановить эту близорукость, чтобы она не так быстро прогрессировала, они должны выходить на улицу, они должны активно проводить время. И в исследованиях, которые проводятся по контролю близорукости, смотрят, какие методы могут эту близорукость тормозить, там в первую очередь нужно выходить из этих стен. Потому что что для нас считается даль, для нашего глаза? То, что дальше шести метров считается условная бесконечность для глаза. И, к сожалению, в классах, в домах у нас нет возможности глазу смотреть на это расстояние. Даже если он не сидит в гаджете, у него там 2-3 метра какая-то стенка. Поэтому это первое. Второе, что провоцирует гаджеты вместе с синим излучением проблемы со сном. Потому что, особенно если мы вечером, это касается взрослых людей, смотрим там или кино, или на телефоне, или на айпаде, какие-то там социальные сети. Эти гаджеты излучают синий свет. Мозг получает сигнал, что еще спать не пора. Потому что это достаточно интенсивное излучение для него. Не происходит выработка мелатонина, гормона сна, и потом люди не могут заснуть. Поэтому вот этот вариант в кровати с гаджетами, достаточно такая проблематичная история. Конечно, качество плохого сна, это потом влияет и на здоровье. А если мы говорим про транспорт, и всегда все сидят, уткнувшись в телефон, и кто-то стоит, читая ленту новостей, при этом транспорт движется неравномерно, его трясет, то есть постоянно нужно фокусироваться, ловить эту строчку пропавшую. То есть вот это... Это напряжение для глаз. Не могу сказать, что оно прям будет провоцировать близорукость или дальнозоркость. Будет провоцировать утомляемость. Конечно, сейчас молодежь, она все больше сидит, картинки смотрит. Ну, там, может быть, не такая большая проблема. Но если вы действительно читаете, то это должен быть побольше шерифт, чтобы не нужно было глазу очень ловить. Это утомляемость. Потом человек может быть уставший, раздражительный, хотя вроде бы что-то почитал полезное, отдохнул. Наука идет ли вперед, вот появляются ли мы... Собственно, если посмотреть в историю, сами очки появились, может быть, не так давно по сравнению с всей историей человечества. То есть это было такое революционное открытие, которое позволило пожилым людям, которые раньше просто теряли зрение, и это был просто конец, ну, как бы полный, они смогли продлить вот качество жизни благодаря очкам. Вот сейчас что-то новое появляется, потому что я знаю, что есть... Ну, обычно мы носим очки отдельно для Дали, обычно для того, чтобы вблизи читать. Да, ну, можно считать это относительно новым. Я сейчас вам расскажу про прогрессивные очки. Это продукты для людей, именно вот 40-45+, для тех, кому нужны не одни очки, а несколько. Например, одни для Дали, другие для чтения. Часто эти люди думают, а где они положили одни очки, на лоб другие очки. Прогрессивные очки совмещают в себе несколько очков сразу. Вы, одев такие очки, будете видеть на всех расстояниях. Соответственно, это такая свобода зрения. И геометрия этих очков, там верхняя зона идет для Дали, и постепенно вниз диоптрия меняется в зависимости от вашего зрения, и вы можете в этих очках читать. Сами очки по себе прогрессивные. Вот сама идея, она не такая прям очень новая. Но те дизайны, которые сейчас у нас есть, там люди настолько хорошо в них себя чувствуют, они настолько быстро понимают, как этими очками пользоваться. И это правда улучшает их качество жизни. Они идеали очки, им не нужно думать, где для Дали, где для Близи. То есть это свобода зрения. Насколько влияют, может быть, какие-то наследственные заболевания, повышенное кровяное давление на именно качество зрения? Наследственные заболевания, я бы, например, если близорукость, это состояние зрения, оно тоже может быть наследственным. Я бы не отнесла к заболеваниям. Если у обоих родителей близорукость, конечно, то процент, что у ребенка, она может быть достаточно высокий. Из наследственных заболеваний, таких как глаукома, может быть. Но если мы говорим про состояние общего здоровья, наш топ-таминтрис всегда, например, будет спрашивать при визите, есть ли диабет. Почему? Потому что диабет влияет на очки. И мы спрашиваем, стабилен, нестабилен сахар. Так что если вы, к сожалению, страдаете диабетом, и вы идете выписывать рецепт, вы должны приходить на тот вариант сахара, чтобы он был стабильный. Потому что если сахар идет вверх, минус увеличивается, сахар идет вниз, минус уменьшается. И были ситуации, когда разница в 2 диоптрии. Меняется зрение. Также всегда оптометрист вам расскажет, что если у вас уже сахарный диабет 10 лет, то обязательно нужно идти к офтальмологу, потому что мы часто можем ожидать какие-то изменения со стороны сетчатки. И там тоже ничего болеть не будет. Там начинается все с периферии. Оно тоже на зрение. Потому что мы видим, что в самом центральной части сетчатки не будет иметь никакого эффекта. Но контролировать это надо, если вовремя обработать лазером, чтобы эта вся история не шла в центр. Также высокое давление. То же самое. 10 лет уже нужно проверять сетчатку. Высокое давление может и влиять на ощущение качества зрения. То есть если у вас само давление высокое, вам кажется, что у вас плывет картинка, потому что сетчатка может не кровоснабжаться так качественно. А сетчатка – это наша фотопленка. Это она так, что отображает нам картинку, которая дальше посылается в мозг. Насколько сейчас очки… Вот в моем детстве просто посмеивались над очкариками, дразнили, обзывали. Для ребенка это был, скажем, психологический, всегда стараясь носить очки. Насколько сейчас очки модные, стильные, красивые, наоборот, преображающие человека. Мы знаем, что Джона Леннона уже сложно представить без очков. Причем это были чуть ли не бабушкины его очки, но они стали таким ярким, ассоциируются с ним. У нас был министр культуры, у которой тоже были очень стильные очки. Они настолько слились с ее тоже образом. Это правда. Очки иногда становятся неотъемлемой частью стиля. И сегодня оптики предлагают также так называемый стилобрилос, или очки для стиля, когда вы выбираете оправу, которая вам нравится, которая вы себя чувствуете как-то по-особенному. И туда ставятся линзы без диоптрий, соответственно, оно не мешает вашему зрению, и вы вносите эти очки для стиля. Поэтому, мне кажется, даже и книги про Гарри Поттера сделали очки более популярными среди детей. И сейчас очень, конечно, домомод работают над дизайном очков, и они становятся настолько привлекательными, что люди имеют и по три, и по четыре пары очков, и надевают их как аксессуары. Это правда. И вот, может быть, уже подводя итоги нашей беседы, что можно посоветовать? То есть, говоря о том, что есть действительно проблема, что очень многие жители Латвии не уделяют внимания зрению своему так, как следовало бы, как другим каким-то особенностям здоровья. И куда можно обратиться, что можно сделать для того, чтобы улучшить действительно качество своей жизни и лучше видеть? Ну, самый главный совет – это, наверное, хотя бы, если до 40 лет раз в два года, после 40 лет раз в год записаться на визит к оптометристу просто в оптику и посмотреть, насколько хорошо вы видите, потому что сейчас те же телевизоры стали настолько огромными, что они уже тоже не являются каким-то критерием четкого зрения. Раньше, ой, а что-то телевизор стало видеть похуже. Поэтому вы можете просто не заметить. И обязательно носите солнечные очки, когда есть… Не только когда лето, носите солнечные очки и в солнечный день осенью, зимой, потому что у нас нет этой культуры, но солнечные очки защищают наш хрусталик от ультрафиолета. Хрусталик, он как фильтр, он начинает желтеть и потом проявляется катаракта ранее из-за того, что просто люди не носят солнечные очки. Солнечные очки – это тоже важный элемент. Не нужно вот тут его считать просто аксессуаром, покупать качественные солнечные очки в салонах, да, и приходить на проверку раз в год. Я думаю, что это нужно сделать. А умные очки, что с ними, где можно ими поинтересоваться? Ну, умные очки – это вот эти прогрессивные очки есть. Здесь, когда вы придёте на проверку зрения, пожалуйста, расскажите специалисту о ваших, ну, так называемых, потребностях. Какой ваш день? Что вам нужно? Потому что иногда мы в спешке можем просто сделать такие, ну, медицинские параметры выяснить, сколько надо выписать, какое межзрачковое расстояние. И мы сейчас учим специалистов об этом многое спрашивать, и мы пропустим, что вам нужно, например, играть, не знаю, в гольф, или вы любите бильярд, или какие-то такие хобби, и потом эти очки для вас оказываются не настолько удобными. Вот этот момент, чтобы улучшить качество жизни, не только что вижу, не вижу, далеко или близко, но вот эта история про вас, она нам, как специалистам, очень поможет выписать для вас правильный вариант. Это будут, может быть, умные очки, и в концепции умных очков там еще очень много дизайнов, которые можно, если вы водитель, адаптировать, подать ваши хобби или занятия профессиональные. Спасибо большое, оптометрист, региональный руководитель Optic Filman Ирина Кезик, и сегодня была в нашей студии. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...